Привет, друзья! Сегодня мы с вами приготовим невероятный десерт – кирамису. Практически все готовят этот десерт во многих ресторанах мира, он очень популярен. Но сегодня я вам предлагаю рецепт надежный, очень вкусный и проверенный. Насколько вы знаете, в этом рецепте используются сырые яйца. Мы сырых яиц не будем с вами использовать. Для этой цели мы будем с вами использовать яичный ликер, который я делаю самостоятельно. И в конце видео вы увидите ссылку, как сделать настоящий вкуснейший яичный ликер, который может быть использован и как дрессинг для ваших десертов, и как самостоятельный напиток, потому что он напоминает знаменитый Бейлис. Ну и, конечно же, мы его будем использовать сегодня для нашей кирамисы. С чего начинается все? Все начинается с кофе. Давайте поговорим о кофе. Я сегодня вам расскажу, каким образом правильно сварить кофе для этого блюда. Для того, чтобы у нас получился вкусный кофе, планируйте 10% от воды, которую вы будете использовать. Например, если вы используете пол-литра воды, то будет 50 грамм кофе. Итак, я буду использовать для нашей кирамисы пол-литра воды. Давайте взвесим наше кофе. Старайтесь использовать хороший кофе, зерновой. Я бы не рекомендовал использовать растворимый. У растворимого кофе нет аромата, у него нет флэйва. Это, конечно же, переработанный продукт для людей, которые торопятся быстрее убежать на работу. В Италии, в Испании никто не пьет растворимый кофе вообще, только зерновой. Итак, давайте отмерим 50 грамм. Сейчас помолю в кофемолке. У меня кофемолка обычная, бош, с металлическими ножами. Но рекомендовано для реальных любителей и гурманов использовать керамические ножи. Специальные кофемолки, в которых нет металла. Считается, что если кофе молится металлическими ножами, то оно теряет свой вкус и получается не такое правильное, как нужно было бы. Но, в принципе, я бы сказал, что мы можем и так сделать. Хорошо, давайте помолим наш кофе. Сильно молоть, прям в труху его нет необходимости, потому что мы его будем с вами готовить вот в таком приспособлении. Это называется френч пресс, французский пресс. Вот в нем делать кофе очень хорошо, потому что вы можете контролировать количество кофе, количество воды. Вы можете контролировать температуру, которую вы туда набираете. Ну вот, где-то вот такая консистенция должна быть. Достаточно крупный. Следующий этап. Отмерьте четкое количество воды. Если у нас с вами здесь 50 грамм, должно быть пол-литра воды. Наливаем наш чайник. Доводим до кипения. Итак, чайник наш закипел. Сразу заливать не нужно. Давайте его откроем, потому что у нас сейчас с вами 100 градусов. 100 градусов, когда вы зальете в кофе, кофе может быть слишком горьким. Вы его обожжете. Нам нужна температура в среднем где-то 90 градусов. Пусть буквально одну минуту он постоит, слегка остынет. Затем мы загреваем кофе. Прошла одна минута, я заливаю кофе. Следующий момент. Теперь мы с вами должны кофе, скажем так, помассировать. Хороший знак, когда вот такая пенка. Это говорит о хорошем качестве кофе и то, что он свежепрожаренный. Теперь прикрываем его, но сразу его не продавливаем. Вы же знаете, как устроен френч пресс. Там находятся такие маленькие фильтры. Включаем 4 минуты. Ровно через 4 минуты мы можем с вами опускать пресс. 4 минуты достаточно для того, чтобы наш кофе заварился и был хороший, приятный на вкус. 4 минуты прошло. Устанавливаем. Теперь аккуратненько продавливаем вниз. Не прикладывайте сильно свою мощь и силу. У нас достаточно большой объем кофе, он распух. И поэтому нам нужно сделать так, чтобы через фильтр прошла только вода и наш кофейный экстракт. Хорошо. Итак, кофе готов. Я налью кофе вот в такую вот мисочку, для того, чтобы макать в него наши бисквиты. Ммм, замечательный аромат. Кофе готов. Нам нужно, чтобы он охладился и был хотя бы комнатной температуры. В него мы с вами добавим контре. Наверняка вы все знаете, что это апельсиновый ликер. Французский. Вот мы его и будем использовать в среднем 70 грамм контре. Но вообще в конце видео и внизу я вам дам полную раскладку всех ингредиентов и количества, которые мы будем с вами использовать. Добавляйте его сюда. Кофе и ликер. Оставим в сторонку, пусть остывает. Тем временем давайте взбивать сливки. Нам нужны жирные сливки 33% специально для взбивания. Здесь у меня 750 грамм сливок. Давайте их будем взбивать. Итак, вот взбили сливки. Начинаем их облагораживать. Вот это наш яичный ликер. Как я уже сказал, мы его делаем самостоятельно. Просто изумительная вещь. Ссылку я вам дам. Посмотрите, как нужно его сделать. Также в среднем 50 грамм. Именно... Вкуснятина. Именно яичный ликер даст нам вот тот самый привкус желтка, который и был задуман, скажем так, изобретателем этого блюда. То есть вы помните, что именно на основе желтков начинают делать соус. Вот мы с вами избегаем сырых желтков, потому что все равно это красная зона. Особенно, когда работаешь в ресторане и у вас большой сервис, всегда есть шанс, что кто-то может отравиться от сырого желтка. Поэтому мы сырой желток исключили из вот таких десертов. Потихоньку его вводим. Так, хватит. Теперь маскарпоне. Маскарпоне это такой сливочный сыр итальянский, который используется именно для таких видов десерта. Без маскарпоне правильного тирамису не получится. У меня здесь будет 2 баночки маскарпоне, каждая из них по 250 грамм. Получается, что мы с вами взбили 750 грамм сливок и 2 баночки по 250 маскарпоне. Очень важный момент, чтобы вы не перевзбивали сливки, потому что сливки очень быстро превращаются в масло. Так, теперь давайте добавим. Это у нас с вами миндальный экстракт. Буквально пол чайной ложечки. Это ваниль, ванильный экстракт. Настоящий мадагаскарский. Если у вас есть стручок ванили, это будет, конечно, гораздо лучше. Но у меня в настоящий момент его не оказалось. Теперь давайте положим сахар. Это сахар уже молотый, видите? Не нужно ложить сюда цельный сахар. Теперь доводим по вкусу. Крем не должен быть слишком сладкий. Он должен быть сладковатым, но в то же время не приторный. Потому что с нами наши бисквитные печенья, они очень сладкие, они покрыты сахаром. Так, давай попробуем. Вот я положил 2 полных столовых ложки. Положу еще третью. Добавлю ванили. И добавлю еще миндаля. Хорошо. Изумительно. Боже мой. Какой вкусный крем. Наш кофе остыл. Можем приступать. Вот обратите внимание, его нужно опускать и мочить очень быстро. Вот так вот. Раз. И все. Достаточно. Тирамису всегда готовят заранее. Она должна полежать ночь в холодильнике. Именно поэтому мы не должны наши бисквиты слишком мочить. Они должны внутри оставаться твердыми. Так, чтобы за ночь влага, вот мы с вами слегка помочили. Вот смотрите-ка, возьмем эксперимент. Вот я помочил, но в то же время внутри еще, видите, оно еще сухое. Они не раскиснут. Они будут еще упругими. И когда вы будете резать, вы увидите структуру, красивую структуру бисквитов и крема. Если вы слишком будете мочить, то они, конечно, расползутся. Не бойтесь, прямо так вот заполняйте все пустоты. Намечательно. Так, давайте теперь его покроем кремом. За ночь крем схватится. Прежде чем ложить второй слой, вот так вот почисти. Вот так вот. Сейчас мы вам покажем интересный фокус. Вот смотрите-ка, вот это у меня мороженое малина. Вот сейчас мы ее положим с вами на нашу тирамису. Этого достаточно. Уберем в холодильник. Так, ложим ягоду. Прямо так вот его ягодку вдавливаете в крем. Не нужно беспокоиться, что крем станет жиже. Но, конечно же, вы можете делать тирамису без всяких ягод. Я немножечко вдавил. Пошли дальше. Вы видите, что сейчас я делаю? Я сейчас макаю только одну часть. Эту часть я оставляю сухой. Потому что у нас внизу малина мороженая. И нам нужен какой-то абсорбент. Вот пешкота, по-чешски пешкот, бисквит и выступит в качестве абсорбента. Вот с вами получается большая порция. Это с расчета на большую семью или же гостей. В среднем здесь может с вами покушать у нас этот тортик. Раз, два, три, четыре. Ну, человек восемь, не меньше. Все готово. Продолжение следует... Хорошо. У меня на кухне нет специальной кружечки, так, чтобы, вы знаете, да, есть такая кружечка, чтобы покрывать сахарным песком или же какао. Я использую обычное ситечко. Какао у нас с вами тоже выступает абсорбентом. И завтра это какао будет темным. Она полностью вытянет влагу. Тем самым свяжет наш крем. Ну вот, наша тирамису готова. Видите? Завтра мы будем с вами ее пробовать. Порежем и посмотрим. Продегустируем. До завтра. Прошла ночь. По сути, у нас прошло 14 часов. Сейчас, прежде чем показать вам, что у нас получилось, давайте сделаем дрессинг для украшения нашего прекрасного блюда. Я вот взял замороженную малину, которую мы использовали внутри нашего тирамису. Уложим ее в 4 ложки столовых сахара. Давайте сделаем из него варенье. Итак, наше варенье практически готово. Я его варил минут 5-7. Большую порцию не нужно делать. Нам нужно это только для украшения. Мы с вами делаем сироп. Я сейчас его процежу от косточек, так, чтобы это была однородная масса. Давайте его процедим и посмотрим, какая густота. Если нужно будет, мы его немножечко еще уварим. Зернышки выбрасывать не нужно. Используйте их для чая. Ну, отлично. Этого достаточно. Сейчас мы его охладим, и он станет еще гуще. Встретимся через пару минут. Нам этот соус нужен холодный. Ну, вот, нашу тирамису. Вот, посмотрите. Отличное. Все держится. Наш крем очень плотный. Видите, какой упругий. Это соусы, которые я приготовил для украшения. Малиновый сироп. Это наш яичный ликер. Какао. И сахарная пудра. Ну, вот, посмотрите. Вот мы отрезали кусочек. Вот такой он у нас выглядит на срез. Ягодки. Кстати, вот, посмотрите, как вот внутри. Видите, он совершенно не мокрый. Вот. Держит свою форму. Плотный. Давайте теперь украсим его. Как-то так вот. Будем дегустировать. Легкий, ароматный, нежный, но в то же время упругий. Просто супер. Попробуйте. Супер рецепт. Ну, друзья мои, увидимся в следующий раз. До свидания. Субтитры сделал DimaTorzok